Народ, всем привет! Сегодня у нас технички Golf 6 GTI. Поговорим об особенностях. Конкретно этот автомобиль находится на Stage 3. Имеет мощность 370 волшебных лошадиных сил, передний привод и в принципе очень весело едет. Stage 3. Что больше всего народ пугает, когда они слышат эту фразу, они думают, что ты его поставил, и мотор у тебя хоркнул типа тысяч через 5 километров. По факту это не так. Машина на этом конфиде катается 50 тысяч километров, в принципе никаких нареканий нет. Что из себя это представляет? Пойдем расскажешь, так будет. Интересно. Ребята, вообще, привет! Что рассказать на самом деле? Stage 3 подразумевает собой уже достаточно серьезные изменения по железу. То есть мы меняем турбину, меняем выхлот, меняем систему пуска, желательно интеркулер, чтобы это все дело стабильно работало. В целом, при грамотной и правильной настройке, это все ездит каждый день. То есть у нас есть неоднократные примеры подобных автомобилей. Люди возят детей в школу каждый день, то есть ездят по рабочим делам. И в целом, никаких лет особо нет. В школу? Ну да, детишек с утра и вечера. С ветерком? Да, да. По мотору. Есть ли какие-то замечания? Жормастер, еще что-нибудь? На самом деле, начиная с конца 2011 года, все вообще ваговские моторы, что Audi, что Volkswagen, они обладают новой ревизией поршневых колец, новой ревизией поршней. В целом, расход масла не наблюдается. Вот здесь сейчас, при достаточно солидном пробеге, расход масла порядка литра на 7,5 тысяч. То есть в целом, и то, этот литр, он только чтобы держать уровень на максимуме масла, потому что вообще на этих моторах желательно всегда держать максимум, потому что где-то в затяжных связках могут быть маслоотливы, и как итог голодания и проблемы дальнейшие. То есть всегда вообще-то на 1,8 на всех турбированных ваговских моторах надо держать уровень на максимуме. По логике, если здесь 370 лошади, опять же вопрос сцепления с коробкой. Вот касательно коробки, на самом деле, я когда искал автомобиль, я хотел принципиально на механике машину, потому что в целом в те годы проблема DSG, она была ярко выражена, то есть каждая вторая, третья машина обладала проблемами. И как бы был некоторый стереотип о том, что DSG это ненадежно, что как бы надо брать механику. В целом была кукленно-механика, о чем я уже успел несколько раз пожалеть, потому что за время эксплуатации я на этой машине езжу 70 тысяч километров, я поменял 3 сцепления, 3 комплекта. И не потому что у меня с руками что-то не то, а потому что просто не держит крутящий момент, то есть срывается просто букс сцепления и все. Стока аналогов нет никаких, то есть ты ставил усиленный от S3, ауди, все фигня. Надо сразу ставить тюнячку, но в тюнячке есть свой минус, педаль сцепления становится жестче. Ну это как бы как на любых быстрых машинах. Ну я вчера прокатился на МПС, я понял, у меня левая нога как-то халка. Сравни, да, потому что здесь вот реально я и на СТИСУБАР катался, и как бы на там всяких драговых машинах, и как бы ну здесь это порядка такая мужицкая. По подвеске есть нарекания? В целом на самом деле здесь на этой платформе ПК-35 есть болячки с подрамником, то есть здесь хрустит подрамник, с ним ничего особо не бьет. Ты его протягиваешь по губам, через полторы-две тысячи все равно появляется хруст, причем там шайбы, шайбы все равно, эффект уходит, но не целиком. Но в целом рулится достаточно интересно, на мой взгляд, то есть если сравнивать там с те же самыми фокусами СТ, с МАЗДой МПС, в целом по рулежке Гольф он более адекватен, более понятен, скажем так. Но если сравнивать с новой платформой М2Б, то конечно М2Б, она рулится гораздо интереснее, там и рейки у них короткие, и в плане самого веса автомобиля они легче, поэтому... Это народы, если по ростным языкам, не смогли посидеть? Ну да, седьмые Гольфы, вот Audi A3 новые, в целом они, на мой взгляд, интереснее, потому что все-таки технологии не стоят на месте, и на Audi, как правило, уже алюминий идет в подвеске, то есть в целом все легче, надежнее, тише. Очень многие люди хотят сделать чип именно на гарантийных автомобилях, которые свежие приобретены только с дилера, и возникает такой стратегический вопрос. Дилер сразу говорит, мы вас снимем с гарантией, что же быть, как же делать. Понятно, что вы подкачиваете в воздух колеса, как на одном очень известном автомобиле, но как воздух может влиять на гарантию, и что делать? Ну, суть какая? Мы, раз уж перешли к специальным терминам, да, обязательное условие для сохранения гарантии – это откат воздуха на стандартный заводской воздух, скажем так. То есть, если поехать в лоб к дилеру на нашем воздухе, скажем так, то есть вариант того, что машина с палецом, назовем это так, и машину снимут с гарантией. То есть они унюхают апельсиновый завод? Да, да, да. Но у нас есть функция, опция такая. Мы перед визитом к дилеру, сейчас еще раз повторю, возвращаем автомобиль в сток, то есть эта процедура бесплатная, она делает в неограниченное количество раз, удобное для клиента время, и по времени в среднем занимает около 15 минут. То есть, в целом человек, он особо, кроме 15 минут, ничего не теряет. Человек катается 300 километров примерно, а не… Ну, там на разных автомобилях период адаптации разные, на самом деле, но в среднем это где-то от 80 до 300 километров, да, все верно. Спокойно едет на дилера, на дилере. Тем более, даже сейчас на техобслуживании дилер не всегда использует диагностическое оборудование, поэтому в целом даже нет смысла откатывать. Но для того, чтобы 100% было все гладко, желательно. Второй момент. Человек приобретает поддержанный автомобиль, и ему становится грустно на нем кататься, и он же хочет себе не воздух подкачать, а сделать нормальный чип. Насколько это актуально? Ну, представим, я себе взял вот такой же GTI в седьмом поколении, а лучше R-ку, и на нем пробег в формате 50-60 тысяч километров. Понятно, что на ней уже далбили, понятно, что на ней не катались медленно. Насколько актуально сделать, например, второй стейк, чтобы она еще более не была? Ну, история как и А. В любом случае, перед всякими доработками, то есть начиная со стейч один и дальше, мы делаем обязательную диагностику автомобиля, для того, чтобы убедиться в том, что он на этапе, когда человек приезжает к нам, автомобиль у него целиком соответствует заявленному исправленному состоянию. Только при этом условии с ним возможны различного рода доработки. Но вообще у нас, как говорят, до 100 тысяч обкастках, поэтому в целом, как бы, бывает, машины приезжают и 150, там, 170 тысяч километров. Но, на самом деле, километраж, он, по факту, не особо важен. Важно то, как за автомобилем следят и как его обслуживают, по факту, и общее состояние автомобиля. Потому что бывали экземпляры, к нам приезжали машины, там, казалось бы, с пробегом 30-40 тысяч, но состояние они были, там, ближе к сотке, по ощущению. Поэтому пробег он особо, на самом деле, ни о чем не говорит. А особенности обслуживания, например, моторами стало мощнее масло, и масло чаще меняется, как бы не происходит? Ну, мы рекомендуем вообще даже на стандартных машинах менять масло чаще, чем 15 тысяч, заявленные заводом-изготовителем, потому что в условиях России, в условиях отжигов, на самом деле, 15 тысяч маслом происходят страшные вещи, поэтому 10, 7,5-10 тысяч – это оптимальный вариант для меня. Конкретно на этом гонке особенности обслуживания после установки следующего третьего были какие-то? Да, на самом деле, специальных каких-то регламентов нет. Масло раз в 7,5 стабильно, то есть держать на максимуме, следить за воздушным фильтром, промывкой радиаторов регулярно, как бы, чтобы понизить общую температуру. А так, в целом, специальных регламентов особо нет. То есть, прям там не надо масло менять в формате, как я слышал от людей, в 3, в 5 тысяч, давай меняем. Ну, здесь тоже стоит понимать, что здесь вся внутрянка мотора, она стоковая, да, то есть, если мы меняем там поршню на оковку, меняем валу, то есть, там, возможно, да, есть смысл менять почаще, особенно, если это, например, Subaru мотор, который очень придирчик в качестве масла, в чистоте масла. Здесь внутрянка вся мотора стоковая, то есть, мы туда не завязали, по факту, поэтому раз, там, в 7 с половиной вполне весь мотор. ЦЦЗБ. Типичные болячки данного мотора – это цепи ГРМ, то есть, привод ГРМ лично осуществляется цепным методом. Соответственно, менять где-то раз, там, 60-70 тысяч на уровне такой форсировки достаточно. В случае не замены цепи – это, как правило, перескок, соответственно, загиб клапанов и дорогостоящий ремонт. Также про особенности данного мотора, вообще, данной платформы. Вот я у вас недавно, кстати, в Инстаграме видел рекламу отпускных коллекторов, то есть, то, что они у вас всегда есть в наличии. Это типичная болячка данных моторов, также, там, внутри заслонки, они перестают работать должным образом, и, к сожалению, деталь неразборная, и подлежит замене целиком в сборе. Ну, вот, у ребят можно купить по выгодной цене. Также катушки зажигания. До 2012 года машины все были с пластиковыми катушками, и бывали ситуации, когда катушка просто переставала работать, пропадает зажигание, соответственно, мотор начинает троить, работать там на трех цилиндрах, и, в целом, ощущение не очень приятное. Самое смешное, знаешь, что видеть людей, которые не сталкиваются с автомобильми, каждый день, как мы, когда у них начинает троить мотором, они говорят, что у меня тачка сейчас взорвется, потому что, реально, когда ты четыре горшка, они выходят из строя, ну, да, ситуация, как будто бы, да, как будто бы, там, кусок клапана развалился, либо швоза с поршневой, потому что реально отключаются цилиндры, и по симптомам кажется, что всему, как бы, как говорят, перда, да? Да, да, да. Назовем это так. Вот, оказалось бы, проблема решается просто заменой катушки. Ну, они всегда звонят, мы говорим, у вас, скорее всего, катушка. Я говорю, вообще-то трендец, машина шатает, трясет, колбасит, и кидает. Я говорю, скорее всего, катушка. Приезжает катушка всегда в наличии, меняем катушку, человек радостно уезжает, потратит примерно 2000 рублей на катушку оригинальную, и все. Также стоит отметить эти моторы, то есть, если взять Golf R, в этом же кузове, в шестом, на него стоит чуть-чуть другой мотор, то есть, и принципиальное отличие этих моторов в системе топливоподачи, то есть, здесь у нас стоит ТНВД, топливный насос высокого давления, уже, скажем так, немножко новее, чем у тех же самых Дайфаха R. И в целом здесь с топливной системой проблем никогда нет. Здесь давление порядка 150 бар приходит на форсунки, и в целом, ну, это запасно порядка 450-500 ситов. В целом на это топливное стандартно можно выжать. На Golf R там порядка 100, с дюмингом 130 бар, то есть, есть свои особенности. Ну, вот еще по R я знаю особенность, если машина на стейдже, то желательно почти на каждом ТО менять толкатель ТНВД. Да, да, там принцип колпачковый толкатель стоит, здесь уже стоит немножко другой роторный механизм, поэтому здесь не касается этих моторов. Здесь никаких проблем с топливом никогда не возникает. В общем, из видимых изменений, что здесь сделано, это по факту стоит частично холодный впуск, то есть, без лишних загибов, лишнего сопротивления, то есть, все идет напрямую сразу в турбину. Также из-за того, что у нас здесь стоит другая турбина, то есть, турбина у нас здесь стоит от Galfire. Соответственно, особенности ее таковы, что крепления под байпас на ней нет, то есть, байпас пришлось вынести вперед к дросселю, соответственно. Ну, это типовое решение. Есть в продаже готовые болтон киты, то есть, уже сразу без переноса байпаса, но как-то решили немножко заморочиться и перенести байпас. В целом в этом нет ничего сложного, это также точно работает, и принципиальных отличий в этом нет. Стоят катушки модифицированные, как и на всех даже стоковых этих автомобилях. Стоит, кстати, кулиса краткоходная от Audi S3, потому что на механике стандартные хода, они слишком большие. Да даже сейчас с этой кулисой, ну, если сравнивать там с ST, с OPC, у них, конечно, кулиса, на мой взгляд, интереснее, но что есть. Если мы берем поколение шестых гольфов, шестые R-ки и GTI, это, наверное, первые машины, которые пошли более-менее в массы, потому что, когда были пятые, там, R32-е, либо GTI-ки, их очень мало осталось. Состояние у них крайне удручающее, а вот шестой, он прям такой радикальный, все знакомые, кто пересаживались на быстрые машины, почти все начинали с шестых R-ок. Это для меня было поразительно, и когда пошла прям волна, я первый раз прокатился сначала в GTI, а потом в R-ке, правда, я катался в стоках, для меня это был некий разрыв шаблона, потому что до этого всегда все думали, что едет Subaru, едет JZ и так далее, а тут оказалось, что VAC-группа сделала мотор, у которого 2 литра, экономичный расход, действительно дешевое обслуживание по сравнению с той же ST в разы, если не в десятки раз, намного надежнее, и объезжает. Поэтому у одного известного чувака написано, что он делает в Subaru, он их делает. Садясь за руль этого автомобиля, сразу понимаешь, что здесь что-то есть потенциала, под педалью огромное количество. Я сейчас на педаль вообще не давлю, и мы уже едем 40 км в час. По эргономике машина очень удобная, несмотря на количество лошадиных сил, несмотря на количество лошадиных сил, передвигаться в городе в спокойном режиме вполне достаточно. Удобно, она не срывается, она не хочет тебя куда-то спровоцировать, поэтому если есть настроение, ты на ней угораешь, если нет настроения, едешь себе спокойно домой 60 км в час, и в принципе тебя ничего не напрягает, абсолютно. По сиденьям все очень удобно, так как это немец, вся эргономика, она понятна интуитивно, с первого раза понимаешь, куда ткнуть, что сделать, и не надо что-то изобретать. 60. Женя 60 км. По подвеске, кстати, подвеска довольно-таки мягкая для спортивного автомобиля, она не доставляет никакого дискомфорта, несмотря на то, что здесь 18-е диски. Блин, можешь с тобой пить? КР-ку какую-нибудь злую. Мне кажется, у нас в видосах прослеживается тенденция, в любой тачке, в которой ты садишься, ты говоришь, что неплохо бы ее взять. Да, я просто очень люблю машины ВА-группы, да и в принципе машины немецкого производства, потому что здесь есть, первое, это комфорт, второе, это понятность автомобиля, он абсолютно предсказуемый, нет какой-то дичи, когда ты едешь на заднем приводе, у тебя все отключено, типа слив, чайзеров и так далее, и ты пытаешься совладать с автомобилем. Здесь нет, он как бы говорит, да, я могу, да, давай поехали быстро, но в то же время он говорит, да, давай я торможусь, да, куда надо, налево, давай поехали налево, никаких кренов, ничего такого не происходит. Блин, поэтому каждый раз, когда я катаюсь в каком-нибудь интересном ваговском автомобиле, я хочу себе этот автомобиль, проецирую на себя, и думаю, что меня бы эта машина более чем устраивала. Вообще, гольф-класс по мне в России очень сильно недооценен, по одной простой причине, у нас все любят либо джипы, либо седаны, джипы у нас любят в 90-х, потому что на них катались типа успешные люди, а седаны, ну потому что у нас в России до этого все были седаны, ты с детства видел седан. Маленькие хатчбэки, никто не понимает, что в них лезет больше, чем седан, они, их легче парковать, чем седан, и они рулятся гораздо лучше, чем седан. Полноценный повседневный автомобиль, который будет доставлять огромное количество эмоций. А что ты за эти деньги возьмешь? Новый Солярис. Да нет, если даже берем среди конкурентов других производителей, что ты можешь взять? Да почти ничего ты не можешь взять. Если ты берешь там, не знаю, какой-нибудь быстрый Lexus ISF, он будет стоить за миллион, даже года 2007-го. Что еще едет-то? Американцы ты точно не возьмешь, они все космос стоят. Сид. А, Сид GT сейчас только в новых кузовах, а тут они стоят дороже. Ну, это Сид. Это Гульф. Что касается эргономики и всего остального, на GTI безумно удобный руль, владельцы Гольфов 6-х как раз охотятся за рулями от GTI, от Гольфа R. Материал для автомобиля этого класса действительно хороший, в нем приятно находиться, прекрасная шумка, никаких посторонних шумов. О, черный потолок. Черный потолок, это прикольно, но не Алькантара. Кстати, поговорим о бюджетнике. Бюджетник на данный момент находится в плотной разработке, мы им занимаемся практически каждый день. Это как в формате с дисками, чтобы тебе сделать что-то качественно, что-то недорого и объяснить, как это найти, нужно пройти это на своей шкуре. К сожалению, это съедает очень много времени, поэтому просим вас потерпеть, дождаться, следующая серия будет однозначно очень интересная. Подводя небольшой итог по GTI 6, брал бы ли я себе этот автомобиль? Брал однозначно. Также, шестые R-ки, седьмые R-ки, брал бы я их, брал бы точно, без вопросов. Почему? Потому что этот автомобиль едет очень динамично, он на фоне всех ход-хэтчей, берем там среди конкурентов RS-3, AMG 4,5. Ну, М3 уже классом выше, но припилим ее сюда. Он едет почти на уровне, а стоит в обслуживании просто в разы дешевле. Действительно, потому что, ну так, для сравнения, на 4,5 AMG, по-моему, колодки стоят 30 тысяч рублей, здесь они оригинальные будут стоить тысяч 6-7. И также касается всех остальных расходников. Ничего сверхъестественного нету, поэтому, если вы хотите себе быстро и спортировать, спортивный автомобиль, я вам крайне рекомендую GTI, либо R. Главное, найти его живым. А стоимость по всем деталям, расходникам, будут в описании. Также, если у вас такой же быстрый, заряженный автомобиль, и он на гарантии, пишите нам, подберем вам детали, не следите с гарантией, будете радоваться. А если вам нужен волшебный воздух, ссылочка также будет в описании, Рева вам его закачает. Также в этом гольфе установлен маленький лайфхак, это магнитола RCD 310. В чем ее преимущество? То есть, здесь все интегрируется без дополнительных блоков и так далее, у вас сразу появляется в машине Bluetooth, можно слушать музыку, можно выводить громкую связь без какого-либо геморроя карточка, USB, AUX, и при этом она по стоимости стоит гораздо дешевле, чем 510, либо другие аналоги. Народ, кто искал, он поймет, там разница просто колоссальная, поэтому, если интересно, пишите нам, подберем вам такую магнитолу. Они подходят на платформы шестых гольфов, Passat B6, B7, там огромное количество Volkswagen, куда они спокойно интегрируются в штатные места, и при этом большой приятный экран, нормальное звучание оригинальной магнитолы, и, блин, это стоит реально копейки. Подводя итог, стоимость обслуживания и запчастей вы можете увидеть в табличке, которая будет в описании ролика. Хотим сказать огромное спасибо компании Revo Technic за то, что предоставили этот интересный автомобиль. Stage 3 действительно очень редкий конфиг в России. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях машины, которые вам будут интересны, обязательно про всех снимем и расскажем. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова